Привет всем! Мы на канале Живая Планета. Что мы знаем об иктиозаврах? Ну, то, что это типичные такие морские дельфинчики. Есть много видов, начиная от двухметровых афтальмозавров, заканчивая десятиметровыми цимбоспондилами. И все бы ничего, да вот только недавно откопали целых трех двадцати однометровых иктиозавров. Погнали! Сразу скажу, история иктиозавра началась в восемьсотых годах, когда Мэри Эннинг обнаружила его череп. Люди долгое время думали, что это за существо. Кто-то выдвигал предположение, что это была рыба, а кто-то выдвигал предположение, что это был крокодил. Но в итоге ученые сошлись во мнении, что это был иктиозавр. Череп перевезли в музей. Мэри выкопала достаточно некрупную особь длиной четыре метра, но были и больше. Я говорю о шинезавре. Да, кто-то скажет, что есть шастазавр длиной 21 метр, но шинезавр был еще крупнее. Короче, ребята, вчера выкопали трех гигантских иктиозавров длиной 21 метр. Это самое настоящее чудо. Причем окаменелости троицы хорошо сохранились. Это были шинезавры. Но в 1800-х годах, в конце, была выкопана кость. Просто случайно. И эта кость, как выяснилось позже, принадлежала самому большому существу, которое когда-либо жило на планете. Этот иктиозавр, который из 1700-х годов, был в длину, по предположениям ученых, 29 метров. Причем эта косточка неплохо так сохранилась. А вес при таких-то размерах должен быть где-то 150 тонн. И это на 14 тонн больше громадного синего кита. А значит, иктиозавр – самое большое существо в мире. А если быть точнее, шинезавр. Но все равно подлиннее сейчас лидирует сифонофора, гигантский колониальный организм длиной 118 метров. Но согласитесь, сифонофора весит на килограмм 7. А здесь 150 тонн. Это как же еще не вспомнить про гигантского шестозавра. Да, вот, это он, шестозавр. Его длина могла досягать от 18 до 21 метров. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вы узнали из этого видео что-то новое. Пока!